Проповедь 237 И он встал и поражал филистимлян до того, что рука его утомилась и прилипла к мечу. Вторая книга царств, 23 глава, 10 стих. Этот храбрец был тоже всего-навсего человеком, хотя он и встал, и поразил филистимлян. Поэтому он сражался, пока его рука не устала. Он дошел до предела сил и был вынужден прекратить борьбу. Это может послужить утешением для тех благородных мужей, которые несколько обессилели на служении Божьем. Возможно, они ругают самих себя, но для этого действительно нет никакого основания. Ведь о них можно сказать, как об Елеазаре, что они устали не от борьбы, а в борьбе. Если вы замечаете эту разницу в себе, тогда все хорошо. Нам хотелось бы уметь служить Господу день и ночь, но плоть слаба, и у нас больше нет сил. В этом нет ничего необычного. И это не является грехом. Может быть, Елеазар устал из-за несметного количества врагов. Он поразил своим мечом десятки солдат, но на него все снова и снова нападали. Казалось бы, повторяется тот день, когда Самсон поразил филистимлян. Может быть, ты был орудием, приведшим некоторых людей ко Христу. Но ужасающее количество необращенных ввергает твою душу в отчаяние, и ты чувствуешь себя усталым. Может быть, Елеазар устал еще и потому, что ему никто не помогал. Слово ободрения товарища оказывает большую поддержку, дает тебе чувство, что ты не один. Но Елеазар, оглянувшись вокруг, увидел только спины убегающих трусов и был вынужден один косить филистимлян. Кто удивится, что он под конец устал? Но как хорошо, что он устал только тогда, когда уже можно было. То есть Господь не позволил усталости одолеть его, пока не были побиты филистимляне. Елеазар обессилил только тогда, когда дело дошло до распределения добычи. Если мы падаем в бессилии в тот момент, когда раздаются похвалы, то нам не нужно беспокоиться. Всегда найдутся люди, никогда ничего не делающие, но всегда готовые пожать лавры за все, что было сделано другими. Продолжение следует...